Следующий вопрос. Если человек немой, или не немой, но не может сказать тагбир, то есть проблема у него, что в разговоре не умеет, не может сказать тагбир, или немой. Говорит, что ему тогда делать? Загаба шати'и, асаба анли шафи'и. Шафииты, следуя за имамом Шафи'ич, почитали. Вабазу-ль-Ханаби, а также некоторые ханбалиты, или аннау алихи ан юхарри калисанову бимаяхзеру али. То, что он обязан двигать свой язык и произносить то, что он может произнести. То есть, если даже немой, он все равно может произносить некоторые звуки. Так или нет? Или, если даже немой, то вообще никаких звуков произносить, то шафи'иты и некоторые ханбалиты говорят, все равно должен хотя бы языком подвигать. Хотя бы языком подвигать. Вот тогда любят аулии, салаллаху али-юсалям, и привели в довод слова пророка, салаллаху али-юсалям, «Ваида амарту кумби амрин саатумин гумасататум». Если я вам приказал какой-либо приказ, то делайте из него то, что вы способны. То есть, что? Человек должен сказать Аллаху Акбар. Не может сказать Аллаху Акбар, так как немой. Что должен говорить? Хотя бы тогда должен языком подвигать. Это мнение первое в вопросе. Понятно или нет? И считают ханбалиты, и это более правильное мнение у них. То, что он не обязан, то есть впадает с него обязан, двигать язык, двигать языком, и он что? Должен сделать намерение или про себя сказать эту фразу. Аллаху Акбар. То есть, понятно, как бы сердцем произнести фразу Аллаху Акбар. Это второе мнение в вопросе. Потому что здоровый человек обязан произнести фразу, двигая языком. Если же он это не способен сделать, то он не обязан двигать языком в том месте, где он читает, например. То есть, если он читать должен фатиху. И не может читать, не мой. Он не обязан ее читать, то есть не обязан двигать языком. Но, говорит, обязан он двигать языком, произнеся такбир, только в том случае, если он способен произносить слова. Потому что такбир не называется такбиром, кроме как при произнесении определенных звуков. Поэтому, если он не обязан произносить такбир, то и не обязан делать то, без чего не может быть такбира. То есть, произнесение, то есть, двигание языка. Как, например, тот, который не может стоять, он не может что двигаться, он не обязан двигаться вверх. То есть, в каком смысле? Смотри, человек парализованный, сидит. Сидит, не может встать. А мы сказали, стояние это стоп намаза. Теперь вопрос. Обязан ли он совершить движение, показывая, что он хочет встать, но он не может встать? То есть, как бы двигаться немножко вверх, хотя бы чуть-чуть. Или хотя бы показать своей мимикой, что он хочет встать. То есть, все это не должен он делать, так или нет. Он должен спокойно сидеть и совершать намаз. Здесь говорит то же самое. Человек не может произносить слова, поэтому он не обязан производить какие-то действия языком. Так или нет? Дальше. Говорит. И потому что двигание языка без произнесения звуков, это что? Игра, так или нет? Или, как называется, аббат? Забава, так или нет? То есть, бесполезное действие. Лам ярит аш-шараби. И шариат не приказывает совершать бесполезных действий. Салая джузхи салая, каль аббас бисайр джава рахии. И поэтому это не разрешено делать намази, так же, как не разрешено играть органами тела. То есть, двигать руками, ногами и так далее. Падал каул арджах, в Аллаху алим. И это мнение более правильное от арджах, шейх Алислам и Тайме. Это мнение, которое выбрал шейх Алислам и Тайме. К тому же, брат, если человек будет двигать языком и стараться произносить звуки, а он немой, он, наоборот, произнесет звуки, которые не соответствуют Агбиру. Привести к тому, что его намаз будет недействительный, так как он начал намаз со звуков, которые не равняются чему Агбиру. Поэтому человек, значит, окончательное мнение какое, что он должен сердцем сказать Аллаху Аквар, сердцем, как бы про себя эту фразу произнести, и при этом язык двигать не обязан. И тогда его намаз будет действительным.